— Что это на тебя собаки лезут? — поинтересовался Швейк. После долгого размышления Баллоун ответил. — Чую доброго человека. Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал сало. Во время поиска в квартир было установлено, что Лисковец — большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырово, Грабово и Голубли. В некоторых хатах ютилось по восемь семейств. Вследствие потерь, нанесенных грабительской войной, один из периодов, который пронесся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду. Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего пол роты. Остальные были размещены по десять человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голыдьбу, обнищавших и лишенных земли беженцев. Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и швейком, разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел. Поэтому свободного места у него было много. Ксенц был высокий худой старик, выцветший из засаленной рязи. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хотя у него стояли лохматые забайкальские казаки. Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей. Ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять «У меня ничего нет, я нищий. Вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба». Более всех этим был огорчен Баллоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумянинной кожице которого хрустит и аппетитно пахнет. Баллоун клевал носом в кухне ксенза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили. Но и в кухне Баллоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, которую он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника во дворе маленького винокуренного завода горел огонь под котлами полевой кухни, кипела вода, но в этой воде ничего не варилось. Старший писарь с поваром обегали все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали все или съели, или забрали. Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам-солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую столетню корову, тощую дохлятину, кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле и еговы когда-либо появлялась на свет Божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волоческа, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колено то одного, то другого, взывал «убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите». Его завывание привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они и потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу. Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг встряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в коморку и сказал жене, «Эльза, жизнь моя! Солдаты глупы, а Натан твой мудрый!» С коровой было много возни. Моментами казалось ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные как высохшие корабельные канаты. Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом у малой кухни повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета. Эта несчастная корова, если можно так назвать сие редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что если бы перед сражением у соколя командиры напомнили солдатам о лисковицкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки. Корова оказалась такой бессовестной, что даже суп из нее не удалось сварить. Чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуясь с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только делами. Швейк, в качестве курьера, поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил, наконец, поручику Лукашу. Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балуоном мясо, сломал себе передний зуб, а Балуон — задний коренной. Балуон с серьезным видом встал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в лурдскую песню. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс. При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым. — Прошу соблюдать тишину, — произнес он голосом, полным отчаяния. — Мне дурно. И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек. — Я утомлен, — проговорил он трагическим голосом. — Я слаб и болен. Прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес — Смихов, Краловская, номер 18. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской и королевской гимназии. Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из-за упокойной. — Грех Марии отпустил ты, и разбойнику простил ты, мне надежду подарил ты. После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще два часа, что о бифштексе не может быть и речи, и что вместо бифштекса сделают гуляш. Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют на ужин, так как все равно ужин поспеет лишь к утру. Старший писарь Ванек притащил откуда-то сено, подложил его себе в столовой дома-ксенза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке. — Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за все время войны. В кухне перед зажженным огарком церковной свечи сидел телефонист Ходуонский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя. Потом, когда у батальона будет, наконец, определенный номер полевой почты, он писал. — Милая и дорогая жена, дорожайшая боженка, сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте, и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая боженка. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь. Ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязание, мне кажется, дорогая боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорищую мое имя. Прости мне, дорогая боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее, иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя тысячу раз, кланяюсь папеньке и маменьке, твой Тоноуш. Не забывай, что ты носишь мою фамилию. Он начал писать второе письмо про запас. — Моя милейшая боженка, когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук десять неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывалась шрапнель, я думал о тебе, дорогая боженка. Что ты поделываешь? Как живешь? Что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной у Томоша, и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. — Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю. Пора в поход. Целую тебя тысячу раз, дорогая боженка, и надейся, что все кончится благополучно. Искренне любящий тебя Тонош. Телефонист Ходуонский стал клевать носом и уснул за столом. Ксен, с которой совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономией ради, догоравшей возле Ходуонского агарок церковной свечи. В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванок, получивший в Сануке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становится пойти. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлебки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание. Полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. — Было неясно, о каких костях идет речь, о человеческих или о костях другого убойного скота. — Послушайте, Швейк, — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки. — Пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю? — Ох, — ответил Швейк, — пока мы дождемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седолченского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговор о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет. — Швейк, — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — вы опять начинаете пороть глупости. — Так точно, — осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, — это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость, а может, воспоминания детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры. Все же повар Юрейда был прав. Напившись в бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал, предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви. А когда мы хотели его вытащить оттуда, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и только после того, как мы его сбросили обратно, стал умолять, чтобы его вытащили. — Но что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукш. — Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток. Она думала, что все к ней пристают, все преследуют ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило. Однажды утром пошла она в лес по грибы и, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы. Тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения, и потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено. Учитель однажды уже был обвинен в приставаниях к племяннице Ксенза, с которой спал сам Ксенз. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того, как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь, почтмейстерша, подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора. Они, где все подкуплены учителем. Ну, они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она приговор обжаловала, она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность. Поручик Лукаш воскликнул. «Иисус Мария!» и прибавил. «Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужин». Швейк на это ответил. «Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю». Поручик Лукаш только рукой махнул. «От вас я этих глупостей слышал достаточно». «Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант», убежденно сказал Швейк. «В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом». Если бы, например, осмелись доложить господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояние на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактиру чаши. Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звездное небо, а, вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал, «Сегодня прекрасно светит Юпитер». «Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой. Это такое расстояние, что если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вел себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая, ну, приблизительно, господин обер-лейтенант, километров десять в час. Или возьмем, господин обер-лейтенант, к примеру, Муравьев. Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди. «Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк? Ведь я, Швейк, вас так давно знаю». Швейк в знак согласия закивал головой. «Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и вместе немало пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант. Это судьба. Что государь-император не делает, все к лучшему. Он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?» Поручик Лукаш, который, между тем, очень растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. «Пусть Швейк пойдет справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может». «Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священника. В своем доме в горних стодулоках священник замастил, написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди. «Я вам что сказал, Швейк? Отправитесь вы в кухню или нет?» Швейк ушел. И вслед за ним из угла, как тень, вышел на цыпочках баллоун. Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на старую соль, самбар, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути. Солдатам дали на дорогу черный кофе. Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бронил Куннарта за то, что вчера он нисколько о нем не заботился и обещал по приезде на место назначение расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал ее, и тут же его рвало. — Над кем? — Над чем смеетесь? — кричал он с двуколки. — Я вас проучу. Вы со мной не шутите, вы меня узнаете. Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению он рассказывал. — А вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи? За спиной у них меньше, чем по тридцать кило, и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за задатка, который получил подженитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно, он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня арабского жеребца нечистокровного. Поручик Лукаш соскочил с коня. — Швейк, — крикнул он угрожающе, — если вы произнесете хоть слово о четвертом задатке, я столкну вас в канаву. Он опять вскочил на коня, а Швейк серьезно продолжал. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился. — Наконец-то! — облегченно вздохнул поручик Лукаш. — Чтобы не забыть, — спохватился Швейк, — лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как на сетка цыплят, и начинал. — Вы, негодяи, не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас посмотришь. Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес 60 кило, весит свыше 1700 килограммов. Да вы бы подохли! — Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше 280 килограммов, почти три центнера, а винтовка около полутора центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки. Был среди нас один несчастный учитель. Он также осмелился взять слово. — С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек весом в 60 килограммов весит лишь 13 килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь 4 килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе. — Это ужасно, — сказал покойный господин обер-лейтенант Бухонек. — Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Ну, радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей легкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы. От тебя только мокрое место осталось бы. А если бы я залепил тебе тяжелую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку. Дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Этот, выскочка, разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил «Господин обер-лейтенант, о каком-то человеческом достоинстве?» С ним, мол, обращаются, как с тварью бессловесной. Ну, затем господин обер-лейтенант Бухонек послал его на рапорт, и его посадили на четырнадцать дней. После этого тому солдату оставалось служить еще шесть недель. Но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике. Он этого не выдержал и умер в госпитале, как симулянт. — Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик Лукш. — Вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство. — Нет у меня такого обыкновения, — откровенно признался Швейк. — Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта и хотел луной унизить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегченно вздохнули. Никому это не было неприятно. Наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрещиной. Это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать. И дело в шляпе. Несколько лет тому назад, господин обер-лейтенант, в Праге, напротив кармелитского монастыря, была лавка пана Йенома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Йеном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билика. Пану Билику это не нравилось. И он публично заявил в трактире, что если пан Йеном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Йеном напился и все же пошел к пану Билику, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги, и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билик заорал на пана Йенома. Чего, мол, ему здесь надо? Тут милейший пан Йеном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билик расхохотался, подал пану Йеному руку и сказал, «Милости прошу, войдите, пан Йеном, присядьте, пожалуйста, надеюсь, вы не накакали в штаны». «Ведь я не такой уж злой человек. Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, вы очень приятный человек и большой оригинал. Я переплетчик, прочел много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, словно родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите, та плюнула и ушла, потом он позвал дочь и сообщил, этот господин, при таких-то и таких-то обстоятельствах, пришел просить твоей руки. Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его даже не хочет, так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Йеном был опозорен в трактире, куда ходил Билик, и всюду, во всем квартале, его иначе не звали, как засранец Йеном. И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит. Еще до войны к нам в трактиру чаши на Боишке ходили полицейский, старший вахмистер пан Губичка и один репортер, который охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак, в дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистера Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистер был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистер полиции, он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Ресловой улице, забывшей Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночи он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом монто. Оба спешили домой и не разговаривали, он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо. — Не орите так, или я вас отведу! Представьте себе, господин обер-лейтенант их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение, они возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника, экипаж довез их до национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Мороне. Сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. — Вы меня не дурачьте! — продолжал рать переодетый репортер. — Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как утверждаете, советник канцелярии генерал-губернатора, а ведете себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю. Я видел, как вы трость уколотили в железные шторы всех магазинов, выпадавшихся вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам. — Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это должно быть кто-то, шедший впереди нас. — Как же эта трость может у вас быть? — ответил переодетый репортер. — Когда я это сам видел, вы ее обломали вон за тем углом, а старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны? Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортер велел эту пару отвезти в комиссариат. — Сам он где идет к святому Индржиху по служебным делам, был на виноградах. Святой Индржих Название австрийского полицейского комиссариата, находившегося на Индржиховской улице Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке. Кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он придет в комиссариат на Сальмовую улицу. Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался к чаше на боишке, разбудил старшего вахмистра губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами. Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку, «Если вы собираетесь говорить до вечера, то этот час от часу будет глупее и глупее». «Господин оберлейтенант», кричал вслед отъезжавшему поручику Швейку, «Хотите узнать, чем это кончилось?» Поручик Лукаш поскакал галопом. Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы, в забытии стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниции и винтовки. Это был набор разных поучений. Он начал. Любовь солдат к господам офицерам делает возможным невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, и даже наоборот, чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к ней принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьного сторожа к учительскому персоналу продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь необычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина. Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки, и пока подпоручик Дуб говорил, швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая равнение направо. Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь. Эту дисциплину и долг послушания обязательную любовь солдата к офицеру можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером несложны. Один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат волей-неволей, любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твердой и сильной воли. Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк, не отрываясь, смотрит на него и держит равнение направо. Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому он заорал на Швейк. Чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота? Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить господин лейтенант, вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст, потому как любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь, я был вынужден так поступить. Смотри, кричал подпоручик дуб в другую сторону, а на меня смотреть не смей, дурак. Знаешь, что я этого не люблю, не выношу твоей глупой морды, я тебе еще покажу Кузькину мать. Швейк сделал равнение налево и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком дубом. Подпоручик дуб не стерпел. Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу, я сделал равнение налево. — Ах, вздохнул подпоручик, мука мне с тобой. Смотри прямо перед собой и думай, я такой дурак, что мне терять нечего. Запомнил? Швейк, глядя прямо перед собой, сказал, — Разрешите спросить, господин лейтенант, должен ли я на это ответить? — Что ты себе позволяешь? — заорал подпоручик дуб. — Как ты со мной разговариваешь? — Что ты имел в виду? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь. — Значит, ты боишься меня? — обрадовался подпоручик дуб. — Но как следует ты меня еще не узнал. Передо мной тряслись и не такие, как ты, запомни это? — Я укращал и не таких молодчиков. Молчи, иди позади, чтобы я тебя не видел. Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где, наконец, все дождались супа и мяса злополучной коровы. Эту корову должны были по крайней мере недели две мариновать в уксусе. Ну, если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал, заявил Швейк. Из бригады прискакал ординарец с новым приказом одиннадцатой роти. Маршрут изменяется на Фельдштейн. Вороличи и Самбар оставить в стороне, так как в Самбаре разместить роту нельзя, ввиду того, что там находятся два познанских полка. Поручик Лукаш распорядился. Старший писарь Ванек со Швейком подыскивают для роты ночлег в Сальдштейне. Только не выкиньте Швейк опять какой-нибудь штуки по дороге, предупредил поручик Лукаш. Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, постараюсь. Я на рассвете вздремнул немного, и приснился мне скверный сон. Снилась мне корыта, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры. Такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошел однажды в Карлине за авиадуком. Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями, и посмотрите лучше с Ваником по карте, куда вам следует идти. Ведите здесь эту деревню, вот отсюда вы повернете направо к речке, и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку, он будет у вас по правую руку, пойдете проселочной дорогой в гору прямо на север. Заблудиться тут нельзя. Вы попадете в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили? Швейк со старшим писарем Ваником отправились в путь согласно маршруту. Было заполдень, парило, земля тяжело дышала, из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом, они пришли в места, где происходили бои во время наступления на перемышль, тут пулеметы скосили целые батальоны людей. Рощицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду на широких равнинах и на склонах гор из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями. Пейзаж тут не тот, что под Прагой, заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание. «У нас уже жатва прошла», вспомнил старший писарь Ванек. «В Кралубском районе жать начинают раньше всех». «После войны здесь хороший урожай уродиц», после небольшой паузы проговорил Швейк. «Не надо будет покупать костяной муки, для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк. Короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит, как бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. Был в Карлинских казармах обер-лейтенант Голуб. Такой был ученый, что вроде его считали дурачком, потому что из-за своей учености он не научился ругать солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. У другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет, он остался спокойным, никого не обозвал даже свиньей или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде, только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом. Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умен, чтобы безропотно сожрать все, что выдается, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают. Представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она, мать, сыра, земля, разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает, из вас солдаты вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат, а они, может, так же, как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечет так, что им солоно придется, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, все хорошо объяснил и еще раз повторять не буду. Кто впредь вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на божий свет. Хоть бы обложил нас, когда, говорили между собой солдаты, потому что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивили. Раз меня выбрали представителем от всей роты, я должен был ему сказать, что все его любят, но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошел к нему на квартиру и попросил не стесняться. Военная служба вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он упирался, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки, но в конце концов я его уговорил, он дал мне за трещину, ну и чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день, приходит ко мне и в присутствии всех говорит «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой, выпейте за мое здоровье, с солдатами надо обходиться умеючи». Швейк осмотрелся. «Мне кажется, мы идем не так». «Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил, нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы все время идем прямо». «Или мы все это прошли и за разговором не заметили?» «Нет, я определенно вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн». «Я бы предложил теперь идти по этой дороге, налево». Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрестке, старший писарь ванок стал утверждать, что нужно идти направо. «Моя дорога», сказал Швейк, «удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут незабудки, а вы попрете по выжженной земле». «Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем. А раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору? Пойду-ка я спокойненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нарву букет для господин обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав. Я надеюсь, мы расстанемся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все дороги должны вести Фельдштейн». «Не сходите с ума, Швейк», уговаривал Швейка Ванек. «По карте мы должны идти, как я сказал, именно направо». «Карта тоже может ошибаться», ответил Швейк, спускаясь в долину. «Однажды колбасник Крженек из виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги от Монтагов на Малой Стране домой на винограды. А к утру пришел в Розделов укладно. Его нашли окоченевшим в Оржи, куда он свалился от усталости. «Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь». К вечеру Швейк пришел к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагершом пустился на утек. Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военно-пленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавшей русского беглеца. Жандармы были венгры, и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль. Все это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял свое положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных. Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирьера, по ошибке попал под Фельдштейном в австрийский плен. КОНЕЦ